Всем привет! Кто помнит, в Триленс я начал собирать промышленную базу. Я хотел добывать как можно больше золота, поэтому в основном я строил золотые станки. И почти их достроил, не хватает буквально 4 штуки. И тогда, когда я все их построю, я смогу максимально за день зарабатывать золото. А как вы знаете, золото это альтернатива серебру, с единственным преимуществом, что золото вы добываете постоянно. То есть вам добывают их вот эти автоматы практически ежесекундно, в то время как серебро нам необходимо добывать своим горбом. И кто помнит, чтобы построить такие заводы, нам необходимо выполнять квесты. Я выполнил 5 квестов из 9. Осталось выполнить квест на персики, на ежевику, на арбуз и на красный кристалл. Вот именно этим мы сегодня и займемся. Выполнением квестов. Мекст, 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 мекст. Он там! Быстрее туда! Первым делом мы отправились вместе с моими подписчиками за красными кристаллами. Ну вот, мы наконец-то добрались до кристаллов, и у одного из подписчиков есть факел. И это очень круто, потому что в этой темноте кромежной ничегошеньки не видно, и свет излучает только кристаллы. Ну а теперь у нас есть и факелы. Кстати, факелы есть у двух подписчиков, это вообще шикардос. Попробуем найти кристаллы. Пока что я ни одного не вижу. Я вижу перевернутую тачку. Ребята, мы прям как Индиана Джонс. Ищем какие-то приключения и нашли перевернутые тачки. Давайте-ка я напишу им, чтобы они вели мне кристаллом. Давайте, ребят, давайте-давайте, ищем кристаллы. Когда же они уже появятся? Я так полагаю, что факелы, они светят совсем недолго. У них есть какой-то промежуток времени, в который они горят, и потом просто сгорает, и всё, у тебя факела в принципе и нет. Хотя я могу и ошибаться. Как я только что выяснил, оказывается на входе продают факелы. И я хочу купить себе за пять серебра такой, поэтому я возвращаюсь назад. Такс. Единственное, найти бы здесь выезд... А, выезд сзади нас. Вон оно. Сейчас развернёмся, поедем. Так, осталось только выехать без включённых фар. Надеюсь, я правильно еду. Нет, я уже сразу же в стоп врезался. А вот если бы я ночью поехал, то у меня были бы включены фары. Так-так-так, тихо-тихо-тихо-тихо. Включены фары, и я бы спокойненько-спокойненько проехал бы с освещением. Но так как сейчас день, то это мне не светит. Да, вот действительно у входа стоит мужик, который продаёт факелы. И за пять серебра у него можно его купить. Давайте возьмём два факела на всякий пожарный. Такс. И теперь можно ехать. Ребята предложили бросить эту пещеру, потому что кристаллов там пока что нету, и подняться чуть выше. Но давайте попробуем заехать наверх и посмотреть, что же там. Да, как мы видим, здесь тоже есть пещера. Только вход в неё сверху. Давайте включим факел, который мы только что купили. Точнее, взяли его в руки. Так, надеюсь, здесь нету никаких ям. Я ничегошеньки не вижу. Просто не хотелось бы потерять машину именно в этом месте. Там ребята едут и едут. Так, здесь тоже проход какой-то есть, да, небольшой? Смотрите. Здесь проход. И можно туда... А! Я понял, 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 понял. Интересно, проеду я туда на своей тачке или нет? Должен, должен, должен. Раз этот боком заезжает, то я тем более проеду нормально. Ну, дружище, давай, 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 давай. Сдавай, сдавай куда-нибудь. Вперёд, назад. Ууу! Задом улетел с горки. Два факела. Ладно, я тогда свой выключу. И, кстати, факел не расходуется, так что зря я его купил два. А, нет, расходуется 67%. Смотрите. Под циферкой 1 факел у меня израсходован на 67%. А, здесь у нас оранжевые кристаллы. Ух ты, ничего себе. Круто. Но мне для выполнения квеста нужны красные, ребята. Я хочу выполнить квест и поставить станцию по добыче голды из красного кристалла. Да, и к тому же здесь тоже нету оранжевых кристаллов. Это очень обидно и печально. Итак, ребята, мы здесь нашли какой-то проходик вниз. Вероятно, всего этот проход ведёт к тем кристаллам, где мы были только что. Пару минут назад. Там красный, синий, зелёный. Ну-ка попробуем спуститься. А, возможно, там тупик? Мда. Тупик. Тупик, ребята, тупик. В общем, мы предполагаем, что кристаллов нет из-за того, что сейчас день. Нам необходимо дождаться ночи и приехать ещё раз в эти пещеры. И посмотреть, что же будет. А пока что мы просто отсюда уезжаем. Так, красный, как обычно, всегда едет не так, как надо. Ничего, сейчас мы выберемся. У нас тут одно сплошное ДТП. Каждый друг въезжает. Целует друг другу бампера. Всё, валим отсюда, валим, валим, валим. Так, тут поворотик, я помню. Так, а что же у нас в той стороне? Я хочу посмотреть. Там у нас есть какие-то лесенки. И мне очень любопытно, что у нас скрывается там. Машину мою перевернули. Но я думаю, что когда я в неё сяду, будет всё хорошо. Как высоко, слушайте, как высоко сбираться и сбираться. Очень интересно, что же тут у нас. Вы посмотрите, здесь есть ещё одни лесенки. То есть сюда можно забраться из нескольких мест. А вон он, наш город, ребята. Хороший вид отсюда открывается. Какой сплошной лес? Вы посмотрите только. По-моему, это бесконечная карта. Ладненько, поднимаемся ещё выше. Опс. Что же там наверху растёт-то у нас? Что же там спрятали такого? Ай, о, залез. Я уже вижу, там какое-то дерево было. Вон оно. Какой-то красный фрукт. Тёмно-красный. А-а-а. Да ладно. Ежевика, что ли? Блэкбери? Нет. Ребята, мы только что нашли с вами сливу. Круто. Интересно, сколько же слива-то стоит? И где вообще моя машина? Интересно, отсюда попаду или в свою машину? Где моя машина? Куда я машину свою поставил? А где там внизу лежит? Вон она. Ну, давайте вниз кидать. Не попадаю, не достаю. Вот если вот так вот кинуть. Эх. Ладно, придётся, значит, докидывать туда, потом вниз спускаться и оттуда подбирать это всё скидывать. Сейчас накидаем туда кучку. Блин, ну с такой высоты я ещё не кидал. Кто, ребята, обожает сливу? Ставьте в комментариях плюсик. Ух ты, уже темнеет. Слушайте, скоро нужно будет ехать за кристаллами. Сейчас как раз наберём пару слив. Интересно, сколько они места занимают в грузовом отсеке? Если я, например, 10 штук с собой увезти захочу, я их увезу или нет? И да, мне ещё нужно перевернуть машину, потому что она у меня лежит на боку. Так, надеюсь, я там никого не пришиб сливой. И давайте прыгать отсюда. Опа! Вот они мои сливы, которые я набрал. Машину, да, машину мне там кто-то перевернул. За что им спасибо. Теперь остаётся кидать ровно в кузов. 8 единиц грузовых занимает слива. Можно было побольше набрать, но так как темнеет, нам срочно нужно ехать за кристаллами. Вдобавок ко всему, нам нужно ещё заехать и продать эти сливы, потому что они занимают место. А я хочу как можно больше увезти кристаллов из пещеры. Надеюсь, эти сливы стоят хоть что-то. Хотя, может быть, вместе со сливами заехать за кристаллами? Сколько у нас там места? 56. 56 кристаллов, по-моему, 20 единиц занимает. Айх. Оооо, что ты наделал? Я так долго кидал туда сливу. А ты взял и перевернул машину. Эх, 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 нет. Долбаные баги. Эх, эти баги. Как же они меня бесят. Баги в игре, это, конечно, зло. Ну-ка, ну-ка, чё там мешает? Ооо, ничего себе. У меня под пяткой ещё одна слива валялась. Ну всё. Мы всё собрали, теперь можно направляться к кристаллам. И вот мы подъезжаем к той самой пещере, где есть красные кристаллы, которые нам нужны для выполнения квеста. И так как мы едем ночью, фары у машины включены. И это нам на руку. Мне показалось ли, кто-то что-то, чё-то выкинул. Так, смотрим. Есть ли кристаллы? Сейчас у нас ночь. И пока что я не вижу ни одного кристалла. Ещё ни один кристалл не появился. Ладно, походим по территории, посмотрим. Возможно, сейчас они начнут появляться. Итак, ребята, заспаванился зелёный маленький кристальчик. Вон там он на стеночке есть. Но нам эти зелёные кристаллы не нужны. Нам нужны красные. Но я всё равно его соберу. Потому что мало ли, вдруг сегодня заспаванится мало красных. Поэтому... Блин, я уже увидел красный. Нет, это там другой кристалл. Так, вот красный кристалл. Подписчик несёт красный кристалл. Там ещё красный кристалл, вы посмотрите. Оу! Да. Я не успел. Ладно, пойду собирать другие красные кристаллы. Вижу, есть один. Шикарно. В машине у нас осталось ещё половина места. Поэтому можно поднабрать ещё кристальчиков. Я решил собирать вообще все. Потому что это деньги. Деньги мне нужны. Так что собираю всё, что вижу. Ух ты, вы посмотрите. Здесь есть какая-то пещерка. Ну-ка давайте туда залезём. А я её даже не... Ай, ну да, конечно. Любая пещера ведёт к тупику. Но изредка бывает и выходы. Там вот вижу зелёненький вырос у нас где-то на стенке. Вон он. Есть ещё голубой. Вижу ещё один красный кристалл. Замечательно. Ну всё, ребята. Уже наступил день. Мы набрали немного кристальчиков. И поедем всё это дело продадим. Хотя если бы был день, то наверняка у нас бы отключились фары. Так что я сомневаюсь, что ещё утро. Ну давайте поедем и проверим. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Крузовик скатывается прям как с гололёда. Если бы я ещё ближе к нему подъехал, меня бы зашибло. Но мы сделаем вот так. Быстренько. Объехали его и обгоняем, едем домой. Наверное из-за того, что он слишком тяжёлый, перегружен кристаллами, его возможно... Хотя навряд ли он перегружен кристаллами. Просто ему тяжело подниматься в горочку. Всё-таки это тяжёлый агрегат. Комбинируем всё, что мы сегодня насобирали. Я нашёл по два кристалла каждого цвета. Зелёного, голубого, красного. Так что... Посмотрим, сколько мы выручим с этого денег. Боже, что мой. Торговец до того доплясался, что упал. Заполнили просто битком ящик продавца. Единственное, что у нас здесь, ну, совсем немного кристаллов и слив. Посмотрим, сколько же всё-таки в итоге мы получим серебра за это. Два красных кристалла, 23 серебра, 8 слив, 9 серебра. И голубых кристаллов, 27 и зелёных, 25. Ага, голубые кристаллы самые дорогие у нас. Ну, самые дорогие из того, что я привёз с собой сейчас. Я ещё не знаю, сколько стоят фиолетовые кристаллы и оранжевые. Так что нужно будет их как-нибудь собрать и посмотреть, какой ценник у них. Ну, а пока льёт дождь, нужно поехать и насобирать себе арбузов. Так что поехали за арбузами. Да, похоже, я не первый, кто поехал за арбузами. Там уже кто-то и на дирижабли прилетел. Чё мелочиться? За арбузами нужно ездить на дирижабли. А я на своём драндулете. Пока доеду, тут уже всё соберут. Вон ещё один арбуз, смотрите, растёт. Сейчас я быстренько выпрыгиваю вот так. Хопа! Просто вот так вот. И начинаю быстренько-быстренько собирать. Жёсткая конкуренция, ребята. Где ещё арбузы? Где ещё арбузы? Надо стоять у одного костика и караулить. Вот, вижу, вижу, вижу арбузяка. Я бегу за тобой. Проще, по-моему, встать у этого угла. Здесь всё видно хорошо. И где появится, туда и бежать. Но если он появится у того дальнего куста, то я туда явно не успею добежать. А-а-а! Я вижу, я вижу, я первый, я первый, я первый. Есть. Чувак, похоже, что сегодня твой дирижабль уедет отсюда незаполненным. С кристаллами не получилось, так хоть с арбузами получится. Набрать себе полную кабину. Вон, вижу. Вижу, вижу. Чувак, как ты просмотрякал? Как ты просмотрякал? Тут же растёт арбуз. Ага, мы с ним вдвоём как-то умудрились один и тот же арбуз урвать. Опа. Наверное, у него бомбит, я его очень сильно опережаю. Наверное, у него очень бомбит, потому что я его снова опередил. Так, у меня осталось место ещё для одного арбуза, и я оставлю этих ребят. Вот он, вот он, вот он, ты просмотрякал. Ты просмотрякал опять. Ну что ж, всё. Моя кабина полна. Я не знаю, может быть, ещё под нас собирать? Сейчас посмотрим. Может, влезет, и я как-нибудь запихаю, утрамбую туда арбузяки свои. Сейчас посмотрим. Может быть, я всё-таки смогу утрамбовать ещё один или два арбуза. Так, по идее, должно сейчас вырасти на том кусте. Вот на этом кусте должно вырасти. Либо вот здесь. Здесь нету. Значит, вот он, вот он, вырос. Есть. Ну, не знаю, залезет, не залезет. Оооо, перегрузка, всё. Всё, перегруз. Всё, мне хватит. 320. 320, перегруз очень жёсткий. Я сейчас, так, у меня на сидушку упал арбуз. И теперь со скоростью 4 километра в час я просто сейчас буду ехать до магазинчика. Чтобы это всё дело сплавить и продать. Не знаю, такими темпами, походу, я доеду не скоро, ребят. Поэтому давайте мы это всё дело сейчас перемотаем для вас. Жадность фраера сгубила. Вы знаете, наверное, я доеду к этому магазину уже весь и сохший, без мяса, такой скелет. Дрожащие косточки стучат друг от друга, вот так. Не знаю, слышно вам или нет. И косточки у меня начинают отваливаться, отваливаться. Всё, я весь рассыпаюсь. Там просто песок из меня сыпется. И я такой говорю, ну я зато довёз арбузы. Еее, я доехал до асфальта. И моя скорость теперь не 5 километров в час, а 6 километров в час. Это большой прорыв. Горочка, горочка, горочка. Давай же мне ускорение. Посмотрим. 7 километров в час. 8. Ого, я прям, у меня прям щуки раздувает. Ну ещё чуть-чуть. Уже двое суток еду, уже потемнело снова. Почти, почти, почти доехали. Мне уже так хочется выпрыгнуть из машины и тащить эти арбузы на своих плечах просто. Еее, я доехал. Эй, вылези с моей машины. Хватит там прыгать. Эй, эй, ты что творишь? А ну вылези с моей машины. Ах ты, ты засранец. Хорош, хорош багать мою тачку. Ты что творишь? Ааа, боже, что мой. Нет, нет. Засранец. Скотобаза. Убегай отсюда, пока живой. Жопу бы поотрывал тебе, блин. Редиска, всё по-новому теперь собирать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова